Кишиневским больницам нужны новые генераторы. Такая необходимость возникла после массовых отключений электроэнергии на прошлой неделе. По словам главы столичного управления здравоохранения и соцзащиты Бориса Гылка, во время блэкаута 8 из 9 муниципальных больниц смогли оперативно перейти на генераторы и подключить электроэнергию, правда, лишь в отделениях интенсивной терапии. За помощью примарей Кишинева обратилась в правительство. Одна из больниц в муниципе Кишинев не имеет в распоряжении ни одного генератора, который можно было бы использовать в экстренных ситуациях. У больницы в ТИЗе пневмологии нет электрогенератора. В детской больнице номер один есть в наличии один генератор, но его мощности недостаточно. Он может обеспечить энергией лишь приемное отделение и интенсивную терапию. Примария Кишинева намерена запросить помощи у правительства. Мы обратились в правительство через нацкомиссию по чрезвычайным ситуациям. На прошлой неделе обратились и в госканцелярию и профильные министерства. Нам нужна помощь в приобретении генератора для больницы в ТИЗе пневмологии. Еще один генератор нам нужен для детской больницы номер один. И третий нужен в Центр распределения беженцев. Напомним, неконтролируемые отключения электроэнергии на территории всей страны произошли 15 и 23 ноября. Тогда глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что международные партнеры помогут с приобретением недостающих генераторов. К настоящему времени из 59 республиканских, муниципальных и районных больниц не имеют в распоряжении ни одного электрогенератора, психиатрические больницы в Бельцах и Аргеве, больницы Тома Чорбе и две муниципальные больницы, в ТИЗе пневмологическое и больница номер 4. В распоряжении остальных больниц находится 77 электрогенераторов разной мощности. Нам нужно приобрести еще минимум 55 генераторов, и мы нашли партнеров, которые нам помогут. Ранее Алла Немеренко также заявляла, что в некоторых больницах электрогенератор подключить трудно из-за ветхих и изолированных электросетей. Делаем все возможное, чтобы покрыть нехватку генераторов в самое ближайшее время. Но важно понимать, что процесс установки и подключения целой больницы к генератору нелегкий из-за состояния электрических сетей.